Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Мы продолжаем рисовать с вами эскизы. И сегодня у нас базовая женская рубашка. Именно не блузка, а мы будем рисовать рубашку такого более мужского типа, которая классически может войти в практически любой сегодняшний гардероб. Соответственно, я открываю шаблон. Этот шаблон вы можете бесплатно скачать. Ссылочку я оставляю под видео. Заходите, скачивайте. Другие видео о том, как мы рисовали и футболки, и джинсы, и брюки, можете посмотреть в этом же плейлисте. Тоже ссылочку под видео оставлю. Пожалуйста, смотрите, они все доступны. Итак, наш шаблон. Я сейчас его разблокирую. Возьму инструмент Direct Selection. Выберу две руки и уберу их. Это плюс шаблона в этом плане, что вы в любой момент можете удалить то, что вам не нужно. И получить тот шаблон, чтобы он максимально емко и четко отражал то, что у вас задумано в эскизе. Вот я удалила лишнее. Теперь делаю двойной клик, захожу в режим изоляции и размещу сейчас вот так вот. Сейчас рядышком. Ну что такое? Две модельки. И можно будет потом здесь нарисовать черно-белую, ведь спереди, ведь со спинки. И здесь точно так же поместить у нас два цветных варианта. Двойной клик из режима изоляции я вышла. Соответственно, блокирую слой, на котором у меня выполнен данный шаблон. Создаю новый слой и выбираю инструмент перышка. Рубашка это уже более сложный по дизайну элемент и вообще предмет гардероба. Поэтому у меня для вас очень настоятельно. Если вы в голове у вас четко не собираетесь, чего у нас стоит, где стойка, где воротник, что такое планка, как это располагается, какие у меня будут манжеты. Если вы это не можете собрать четко у себя в голове, сходите, поищите на гугле, на яндексе, в пинтересте. Можно найти прям готовые технические эскизы. Можно взять книжку фашинопедия и там посмотреть, какие есть вариации эскизов, как они рисуются, возможно, даже перерисовать парочку эскизов. Вам это поможет в том, чтобы вы осознали, как это происходит. Потому что если нет в голове вот этой вот схемы, то очень сложно будет рисовать. Мы начинаем с вами рисовать, соответственно, с половинки. Она, в принципе, симметричная. У меня здесь сразу настроечку сейчас я поправлю. Должен быть черный цвет и непунктирная линия. Так, плечо чуть-чуть спущенное, свободная рубашечная пройма. И будем ее делать чуть-чуть приталенной, не будем сильно ее убирать. И снизу еще очень часто на рубашках делают такую штуку. Сейчас я ее сделаю вот так. Сейчас все поправим, и вы увидите, какую форму я сделала. Теперь инструмент мне нужен, опорная точка. Вот он, инструмент опорная точка. Сейчас я поправлю все кривые, которые у меня тут получились. Тоже здесь все поправим. И еще раз проверим по точкам, по всему. У меня получилась полочка. Вот она, смотрите. Вот она моя полочка. Теперь посмотрим, почему я люблю режим, когда не залито, а я вижу только линию. Мы можем четко понимать, как это сидит на фигуре, какая у нас степень облегания, насколько она свободна. Поэтому я обычно сначала рисую эскиз без заливки цветной, а после этого уже добавляю заливку для того, чтобы он стал более цельным. Хотя, в принципе, если вы будете работать с конструктором, то ему можно предложить и эскиз без белой заливки, для того, чтобы он лучше увидел облегание по фигуре, которую вы предполагаете. У рубашки у нас будет большой акцент на воротнике. И, соответственно, давайте посмотрим, что у нас с вами будет на воротничке. Это будет стойка. Кстати, бывают и без стойки воротники. Это то, почему я вас отправляла и просила очень внимательно посмотреть, соответственно, что же у нас там происходит, потому что вы должны это понимать. Возможно, здесь сейчас нужно будет вот эту точку поднять, для того, чтобы она была повыше. И эту тоже подвинуть. Как я вам уже говорила, в иллюстраторе допускается движение точек, смещение. То есть здесь мы будем добиваться максимально того вида, который будет соответствовать нашему конечному результату. Соответственно, делаем форму стойки. И сейчас я возьму свою любимую панель. Это окно обработка контуров. Она позволяет, конечно же, создавать прям классные детали. Только сейчас вот здесь надо будет еще добавить вот такой элемент, чтобы оно все совпало. Так, вот стойка у меня получилась. Кстати, по отстрочкам тоже всегда все очень индивидуально, поэтому вот она моя стойка. Это рисунок методом вырезания. В принципе, бывают просто стойки, а бывают еще и с дополнительным воротом. Так. Вот таким образом. Сейчас посмотрим, чтобы она на шею ложилась. Подкорректируем. Нужно добавить немножечко смещение от центральной линии, потому что это же все-таки у нас застежка. Вот таким образом. У меня, кстати, есть проблема. Я очень долго работала с мужской одеждой и часто рисую застежку наоборот, то есть на мужскую сторону рисую. Поэтому я думаю, что мы потом просто целиком отзеркалим изделие и получим его правильно. У меня это профессиональная деформация. Я постоянно рисую на мужскую сторону. Потом уже ловили, типа, ой, 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 а ты куда рисуешь? Так что будьте с этим тоже внимательны. Так, стойка по спине. Мы сейчас тоже сделаем объект. В общем, на воротник много времени уйдет. Обязательно посмотрите, как что это выглядит, чтобы вы понимали. Тут можно нарисовать еще одну линию, можно представить, что она там будет. И вообще бы она у нас должна получиться чуть-чуть повыше. Высота стойки тоже бывает разная. Они бывают прям совсем миниатюрные, где-то там, ну, полтора-два сантиметра. Малыши бывают более высокие стойки. Я думаю, что вы видели, вот у турецких рубашек есть. Они прям под 4-5 пуговиц, то есть у них высота чуть ли не 5-6 сантиметров, и они прям целиком шею забирают. Ну, это еще от моды зависит. Здесь много факторов, поэтому надо это все учитывать. И сверху теперь мы нарисуем воротничок. Я его буду рисовать поверх, оно потом закроется заливкой. Смотрите. И вот сюда тоже форма воротника. Это прям вот такая основополагающая часть, которая есть в рубашках. Поэтому, собственно, вот когда мужскими сорочками занимаешься, это ваша свобода дизайна. Какая будет высота стойки, какие будут пуговки, какая будет форма воротника, какого он будет размера. Он может быть так называемый воротник button down, когда вот здесь вот есть пуговка. Он может быть на косточках. И это все вот надо нам с вами заложить, чтобы вот такого острого уголка не было. Видите, я в панели обработка нажимаю на скругленные стыки, и она получается более мягкая. Сюда можно тоже скругленные, тогда вот этих вот остриночек не будет. И сейчас, когда если залить воротничок белым, вот смотрите, он, видите, сверху закроет то, что у нас получилось, туда пойдет перегиб. В принципе, можно его продлить и нарисовать вот этот перегиб вплоть до сих пор. Даже вот еще одну точку сейчас добавим и сделаем. То есть здесь уже зависит от жесткости. Туда же воротники тоже, это вот отдельный момент, там разная плотность клеевой будет для того, чтобы создать разные ощущения от воротника. Какие-то будут более жесткие, какие-то будут более мягкие. Там вот эти баттендаун и наподобие ганта, там более мягкая клеевая, более там официальные, например, из Hugo Boss, они будут более жесткие. Поэтому, в общем, можно вот так сделать, можно туда другой объект просто. Я Ctrl-Z сейчас нажимаю, она откатывается назад и вот здесь создать еще вот форму, как будто бы здесь. Перекат воротничка вот таким образом. Вот, тоже воротничок. Его, да, не очень хорошо видно, но оно потом там при заливке будет виден. Тоже планки. Бывают простые планки, бывают цельнокроенные, бывают першивные, бывают супатные. Это все вот надо смотреть. Давайте мы сделаем классическую рубашку. Можно с планкой, можно без планки. Если с планкой... Планку тоже, кстати, вот можно ее нарисовать объектом. Тоже такой момент. Вот можно ее прям сделать объектом и нарисовать, а можно сделать ее... Ну, просто не делать планку. То есть в рубашках вот эта вот вся мелочевка, она задает, ну, собственно говоря, полный внешний вид изделия и, ну, отвечает за это. Да, толщина планки. Она может быть очень тонкая, она может быть очень толстая, но это тоже есть определенная мода на то, как это все происходит. Поэтому, если вы не в теме, то ваша основная задача это насмотреть эту информацию в доступных источниках. Это могут быть... Я уже говорила, да? Это могут быть журналы, это может быть Google, все, что угодно. Смотрите максимально, чтобы у вас это впиталось, потому что там всяких классных штук можно увидеть великое множество. Так, давайте у нас будет рубашечный рукавчик. Более широкий он. Так, тут по низу мы манжет дадим. Так, чуть-чуть его тоже расширить, но не сильно. Смотрите, и сюда прийти. Опять же, лишнюю кривизну по направляющим мы убираем. Вот, возможно, вот эту точку тоже сейчас немножечко я подкорректирую, чтобы уровень кривизны был другой. Так, теперь манжетик. Когда я только начинала рисовать эскизы, для меня вот это все было зверски вообще просто. Я могу понять, если вы сейчас рисуете и прям плюетесь, господи, как же это сложно, как же это нудно, какой же это кошмар, я могу это понять. Для меня это было тоже просто пыткой, но со временем и после вот опыта работы, когда особенно в мужской линейке работала, да, и именно этим занималась, ты понимаешь, что это вот, ну, основа дизайна именно там вот мужского в плане там по сорочкам. Ну, там вот некуда уйти. Ну, вот некуда там. Ну, вы же не предложите там один раз жабов, второй раз, я не знаю, какую-то клоунскую эту штуку. Ну, у мужчин это вот особенно в рамках классического дресс-кода, оно очень ограничено, а все равно постоянно это идет на каких-то мелочах. Где-то рубашки под запах уйдут, где-то идут с возможностью подвернуть рукав и пуговкой, которая находится выше локтя, вот посередине предплечья, куда можно застегнуть, она такая более вольготная, потому что, например, в Америке есть короткий рукав, в России есть короткий рукав, а в Европе это не особо принято, и они рубашки подкатывают, то есть, соответственно, вот сюда вот будет ставиться. И вот эти вот все нюансы, они со временем нарабатываются, ты начинаешь их видеть, начинаешь, ну, понимать важность каждой вот этой детальки, насколько это будет ценно. Так что не беситесь, если вы видите, что много всего и сложного, это со временем проходит. Так, вот у нас базовая конструкция получилась. Так, что у нас, естественно, добавится на рубашку? Ну, это пуговки и это отстрочки. Отстрочки тоже разные бывают, иногда воротник выстрачивают, иногда не выстрачивают, тоже это бывает по-разному. Поэтому, как правило, по краю все-таки мы имеем отстрочку. Так что давайте мы ее сделаем. Вот так. И отстрочки, ну, по крайней мере, я это делаю, более тонкие, с настройкой пунктирной линии. Два через два, вполне себе нормально. Соответственно, по стойке тоже будет отстрочка. По планке может быть, может не быть. Вот от модели очень сильно зависит, поэтому сто процентов мы ее туда вставлять не будем. Можно помельче сделать, мне кажется, вполне себе. Давайте попробуем один на один, как будет смотреться. Да, стало лучше один на один. В данном эскиде будет смотреться намного лучше. Так, по низу. Кстати, вот сюда часто вставляют уголок. Тоже такое бывает. Пока мы работаем с вами на половинке, так что... И нам с вами нужно сюда добавить отстрочку. Она у нас будет тоже пунктирная, по краешку. Вот таким образом. Так, давайте. Пунктир 0,25, 1 на 1. Да. По рукаву. По низу будет отстрочка. Поверху манжеты, как правило, тоже там есть отстрочка. Так, здесь. Ну и вот смотрите, планка либо отстрачивается, либо не отстрачивается. Давайте отстрочим, чтобы она была. В принципе, это очень сильной модельной особенностью. Так вот, раз. И так вот. Два. Вот таким образом. Так, там вот по стоечке тоже либо будет, либо не будет. Теперь пуговки. Соответственно, будет пуговка здесь. Кстати, очень интересный момент. Можно прям взять фотографию пуговицы и разместить ее на эскизе при желании. Можно просто разместить пуговку. Ну, например, ее закрасить, как будто она вот кнопочка с градиентом. Как вариант. Соответственно, здесь будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я распределяю, соответственно, взяла пуговицу, распределила вторую и при этом у меня было, смотрите, еще раз покажу, что я сделала. Сделала и не проговорила пуговицу. С шифтом я ее опустила вниз, нажала кнопочку alt, отпустила кнопку мыши, произошло копирование. Теперь ничего не делая, нажимаю control D и мое действие повторяется. То есть моя пуговица смещается на то же самое расстояние и, соответственно, дублируется мое действие. Можно делать автоматическое перераспределение. Ну, то есть, грубо говоря, в кучку собрать 7 или 8 пуговиц. У вас их всего там 8, допустим. Вы ставите 2 крайние и уже делаете перераспределение. Здесь есть специальный инструмент выравнивания. Можно делать. Вот она, эта панель. Мы отдельно про это говорим на курсе. У меня есть там даже задания по выравниванию этих пуговок. Ну, в общем, это если вам потребуется. Как правило, перераспределение пуговиц происходит при градации размеров. Так что... Вот. Теперь залью. Залью всю мою красоту белым цветом. Соответственно, вы сейчас сразу все увидите. Сюда, наверное, надо с вами пуговку поставить. Так. Вот. У меня получилась половинка. И я, видите, не добавляла никаких выточек. Просто ровная рубашечка. Хотя, в принципе, и здесь может быть выточка. При необходимости ее вот так можно будет пустить. Это уже индивидуально будет зависеть. Я хочу такого рубашечного мужского типа сделать. Поэтому сделаем ее без выточек. Скомпенсируем эту необходимость на грудь объемом. Так. Мне нужен инструмент зеркальное отражение. Что-то я его потеряла. Вот он. Это масштаб. Вот он. Поворот. Так. И от центральной линии делаем отражение. Соответственно, нажимаю shift, нажимаю alt. Отпускаю кнопку мыши. Отпускаю все остальное. Смотрим. Я так понимаю, сейчас придется поправить немножко воротничок. Вот. Но это нормально. Так. Приближаем. И что я теперь сделаю? В общем-то, вот эту часть. Вот эту. Монтаж на задний план. Так. Мне нужно, чтобы у меня вот это штука встала назад. Для этого я нажимаю control и квадратную скобку. Это буковка X. И вот здесь сейчас мы будем сливать. Я буду немножко поднимать точки, потому что не хватает. Видите, вот эта вот улыбка получилась. Улыбку тоже убираем. И сейчас вот эти точки чуть-чуть поднимем, потому что не хватает высоты. Так. Все-таки это рубашка у нас. И здесь получились лишние точки. соответственно, сейчас уберем, чтобы осталась одна. Убираем инструментом перо минус. Вот так. Так. Чуть-чуть пониже. Ну, вот так хорошо. Так. Инструментом опорная точка тоже чуть-чуть подровнять направляющие. Так. Вот здесь какой-то переломчик мне не очень нравится. Сейчас мы его немножко поправим. вот так. Так. Соответственно, там у нас сзади получается стоечка, которую нужно показать. То, что там вот такая стойка. Так. Что-то тут у нас какая-то путаница. Вот эти части должны уйти назад. Давайте. Так, нет, ты останься. Соответственно, у нас задублировалась планка. Вот надо планку теперь одну удалять. Сейчас. Поскольку планка была нарисована и планка была сдублирована, нам одну планку надо удалить. Сейчас я выберу все пуговки. Потому что они у меня в двойном экземпляре тут. удалю одну направляющую вторую и удалю вот эту. Они у меня там все. Вон они есть. Соответственно, мне нужно вот эту часть без планки. Шифтом я выбираю. поместить 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 И вот эту тоже углубить назад. Вот они видите перекладываются. Так, еще, еще. Вот, встала. Это что такое? Вот так. так. и теперь давайте посмотрим. Вот здесь у нас некоторая путаница произошла. Не очень красиво. Они друг с другом тут сдружились. Поэтому сейчас все поправим. Чтобы была дружба и любовь. рубашка более сложный элемент, хоть она и относится к базовому ассортименту, но здесь уже нужно понимать, что так быстро все не произойдет. Нужно какое-то время для того, чтобы все нарисовать. Чем дальше, тем больше. Так, что готовьте время. Если вы будете продолжать дальше челлендж, то эскизы будут все сложнее и сложнее и будет все дольше и дольше и дольше рисовать. Чем больше элементов и деталей в эскизе, тем соответственно это все дольше. Вот такого плана. Я думаю, что по крайней мере мне так хочется, что нужно сделать другую форму воротника. И попрямее. посмотрите, как действительно меняется восприятие от того, что меняется форма воротника. Да? Такая форма воротника и такая форма воротника. Она может быть меньше, она может быть больше. Мы, кстати, даже делали, у нас были двойные воротники, но это уже более сложные, есть даже тройные воротники, они такие вообще как стоят колом. Такой тоже может быть. Попрямее вот эту линию. В принципе, чтобы не перерисовывать, я могу сейчас вот этот воротник просто удалить, а вот этот воротник туда поставить по соседству. Таким образом, ну давай. Вот он ушел сейчас назад, видите, его не стало видно. Правой кнопочкой мыши, монтаж на передний план. И вот оно вернулся. Красавица, вот так вот тоже не здорово, надо сейчас, чтобы здесь все красиво закрывалось. Так. 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 И вот так. вот у нас с вами получилась рубашка. Теперь нам нужно сделать спинку рубашки. Я сейчас, заметьте, не делаю никаких плечиков, переноса плечей вперед, назад, но как бы там можно много всего наворотить. Так, нет, секундочку, мне нужна копия. что здесь у нас с вами принципиально по спинке поменяется и на что нужно обратить внимание. Ну, конечно же, у нас не будет планки. Соответственно, планку и пуговки мы с вами убираем. да и воротник в принципе целиком мы можем убрать, потому что сзади не будет видно ни стойки, ничего. Вот, соединили между собой, воротник можем смело просто убрать. Манжеты видны будут, соответственно, нужно посмотреть форма будет такая же или нет, как правило, по спинке рубашка чуть-чуть длиннее. ну и соответственно вот эту линию я оставлю для ориентира сейчас мы по ней нарисуем воротник. Видите, вот здесь у меня произошли лишние точки, но это сейчас тоже все лишнее убирается достаточно быстро и достаточно просто. Сейчас я по центру эту точку поставлю, вот у меня есть центр на шаблоне центральная линия. Ну и соответственно нарисуем с вами воротничок. Так, 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 и вот так. Это часть воротника, которая отгибается назад и вот мы ее видим. Сейчас мы посмотрим, поправим, если требуется лишнюю вот эту часть мы уберем. это убрало. Вот. То, что требуется, то перемещаем. давайте здесь тоже чуть-чуть раз и чуть-чуть два. Вот таким образом. Что у нас там еще с вами было, вспоминаем, у нас была отстрочка по краю воротника. Коль была, то по спинке она также должна проявиться, она не может быть. Вот то, что, кстати, многие забывают, и я сама этим грешила в свое время, когда вроде с лица все нарисовал, потом начал рисовать спинку, что-то там позабыл, и когда новички начинают рисовать, они думают, ну, побыстрее бы это сделать, как бы там, а потом, когда ты со временем начинаешь, чем больше работать, тем больше ты понимаешь, что, а по факту, ведь ты же рисуешь чертеж будущего изделия, по факту, оно же пойдет потом в производство, и нужно очень четко показать и объяснить, что ты хочешь, да, будет здесь кокетка или нет, сделать на кокетке пуговку или нет, а как это будет смотреться, то есть, вот эти все вещи ты уже вкладываешь туда, ты рассказываешь, и, кстати, вот это будет вопрос к дизайнеру, вот я, пора, нарисовала кокетку, такую, или она будет выгнутая, будет здесь петелька или нет, а какой она будет длины, это вопрос будет ко мне как к дизайнеру, будет здесь защип на рубашке дополнительный или нет, будем мы это делать и вкладывать или нет вот все вот это вы должны продумать потом уже передавать конструктору для того чтобы он смог работать с вашим эскизом и еще один такой момент сейчас мы соединим вот эти две линии правой кнопочкой мыши соединить смотрите поскольку спинка у нас чуть чуть длиннее чем перед соответственно вот эту часть можно ее сгруппировать мы помещаем ее обратно сюда и уводим на самый самый дальний план и мы что видим мы видим что спинка выглядывает из-под переда это тоже важно теперь мы можем это все сгруппировать сгруппировать вид спереди и сзади вот control 0 вот пожалуйста мы с вами нарисовали блузу теперь сейчас я разблокируем слой с шаблоном хотя можно не разблокировать он нам не так нужен вот она блуза 1 цвета цвета нам ждать цвета покрасить вот она блуза 2 в adobe illustrator есть автоматические разные заливки окном библиотека образцов и здесь вот есть например текстиль а это цвета у нас так окном библиотека образцов вот они узоры декоративные образцы базовая графика линии текстуры точки природа кожи животных природа листва ну вот давайте например кожи животных ну к примеру и мы сделаем нашу с вами рубашечку заливкой цвета зебры должны же мы немножко пошелить не можем же мы рисовать только базовые базовые эскизы так о какая зебра у нас будет прекрасная мне нравится по моему забавно а вторую сделаем леопардом это как пример того что даже использую иллюстратор на самом деле можно завить фактурами ну реальными мы с вами сейчас немножечко пошалим и зальем другими цветами а кстати такой вот момент смотрите сейчас очень классно будет видно я залила и у меня за счет этих пятен которыми создает зебра ну не видно моих линий совсем что же мне с этим делать вот это кстати залилась другой заливкой надо поправить вот она смотрите там другая заливка видите какой-то коричневый цвет вот этого не видно потому что черное на черном сами понимаете не видно тогда нам нужно поменять цвет контура мы все вместе выбираем и цвет контура задаем ну скажем серенький вот таким образом получаем видимость того что у нас происходит ну можно серый подкорректировать вот так еще один вариант давайте каким-нибудь другим заливкой давайте попробуем сейчас разные заливки и посмотрим так это у меня получается заливается цвет контура мне нужно крокодил жираф вот какая-то такая сложная ну это же могут быть мелкие типа там куриные лапки и так далее так давайте посмотрим другие библиотек образцов здесь небольшая базовая заливка но в принципе тут клеточки есть давайте что-нибудь подберем кстати вполне себе базовый вариант какие-нибудь клеточки полосочки которые нам послужат вот ну вот в принципе базовая эстрадная клетка при том достаточно крупная и мне кажется это будет вполне интересно смотреться так а почему мы здесь заливаемся так а здесь так расскажешь вот так что вот таким образом можно создавать уже более сложные интересные эскизы да вот здесь будет смотрите минус в том плане что это заливка она полупрозрачная и когда вы ей будете что-то заливать какие-то элементы то у вас будет добавляться полупрозрачность что я имею в виду если вот эта зебра она у нас с вами была ну полностью заливка да то вот у этой клеточки видите она полупрозрачная так что это тоже минус я когда ее перемещаю она вот у меня вот так вот квадратится видите через нее видно так что можно оставить так можно подобрать другую заливку которая будет сплошная ну либо например то что у нас планка и воротник будет другого цвета тоже такой вариант возможен по щелкать и посмотрите в иллюстраторе есть эти базовые штуки можно конечно свои ткани загрузить у меня по-моему здесь были какие-то загруженные ткани из них что-то сделать но это уже так более дизайнерский более творческий то есть самая сложная момент это именно отрисовка эскизы при том с нуля как правило когда у вас уже вот есть там две рубашки три рубашки естественно вы их не будете уже рисовать с нуля вы скорее всего ее вы ну откроете данный документ поэтому обязательно создавайте себе ну грубо говоря хранилище в котором у вас будут лежать эскизы подписанные эскизы даже если это будет одна папка навалкой хотя лучше их делить там детские эскизы там мужские женские и там внутри тоже делить но если вдруг они не поделены на русском на английском на своем языке если вы по другому но на другом языке говорите вам он роднее пишите там женская рубашка один женская рубашка два женская рубашка три или там женская рубашка там свободная женская рубашка притаянная с выточками там женская блуза такая вот если у вас будет этот перечень когда вам понадобится какой-то файл вы сможете его вызвать и вам будет ну намного удобнее намного комфортнее искать чтобы не переискивать все можно себе какую-нибудь табличку создать ну в принципе вот мне обычно хватает то что я вызываю я знаю что у меня в этой папке лежат эскизы я могу туда войти и даже вот например например давайте мне сейчас покажу вам так мне нужно документы у меня есть папка она называется 100 эскизов это то что мы вот с вами рисуем в челлендже и вот здесь смотрите там это обложки я делаю и здесь вот прямая юбка 1 эскиз 2 футболка вот таким образом только третий эскиз у меня пропал надо его сюда сохранить когда мне нужно вызвать какой-то эскиз я соответственно могу его напрямую открыть и как я вам показывала в шестом уроке там рисовали джоггеры когда мы начинаем собрать композиции то они у вас вот так вот могут собраться поэтому сделать себе такое хранилище это тоже очень полезно сделать его резервную копию можно его разместить там на гугл диск или там яндекс диск или какое-то другое облачное хранилище это крайне полезно потому что это ваша база ваши наработки и собственно то чего я вам хочу показать в рамках этого челленджа что вы можете это рисовать на это нужно время и если вы будете посвящать там раз в неделю какое-то время на создание эскизы то приблизительно там через 10-20 эскизов у вас уже появится наработка с которой вы сможете пользоваться поэтому мы начали с базовых эскизов они попроще по рисунку побыстрее сейчас видите рубашка уже сложнее идет а чем больше дальше мы будем усложнять тем лучше напишите мне что вы еще хотите порисовать мы готовы уже идти на усложнения но при этом у нас еще остались с вами мужчины у нас еще остались дети собственно у них тоже базовую одежду мы еще не рисовали мы можем это тоже создать шаблоны у нас есть я оставлю под видео возможно скачать шаблоны разных фигур вот соответственно жду ваши комментарии что вы хотите еще порисовать что вам интересно какие вопросы у вас появились с радостью на них отвечу обязательно ставьте лайк если понравилось это видео и хотите чтобы я продолжала не забывайте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик чтобы вам приходили уведомления о новых видео и до встречи в следующий вторник мы снова будем рисовать вами эскизы на этом все с вами была Чайковская Екатерина до скорых встреч пока пока